Девушки отдыхают Я искал одного друга, а нашел целую стаю друзей Смотри, Умка не стареет, полвека прошло, а он все еще медвежонок Первая и вторая части мультфильма вышли в 1969 и 1970 годах Первый мультфильм о белой медвежонке рассказывает о его знакомстве с окружающим миром А во втором повзрослевший Умка отправляется в путешествие Попробуем обойтись без спойлеров с нашими гостями С нами гостями, вернее, у нас студия автор сценария Умки на елке Мария Богданова И актриса о звучании Лариса Брохман Мария, Лариса, добрый вечер Добрый вечер Спасибо большое, что пришли Давайте честно сейчас Вы в детстве смотрели Умку? Конечно Честно Как можно не смотреть в детстве Умку? Мне кажется, смотрело не одно поколение этот мультфильм И современные дети тоже Вообще-то наше коллективное бессознательное Я вообще считаю, что это в ДНК русского человека Умка? Умка Ну, старый Умка И не только русский А вы не смотрели Умку? И не только Умка И не только Умка, да? Мамантята Ну, конечно, да Это то, что составляет детство наше Чебурашка Ну, конечно, я не сомневалась в том, что вы так ответите Это все была такая долгая прелюдия к моему следующему вопросу Кто, когда и как вам предложила работать над вот этим продолжением? Как вы на это отреагировали? Мария, давайте с вас Мне предложили этим летом Я так понимаю, что это был какой-то конкурс Но так как я отдыхала, я не очень следила за перипетиями Как решалось, кто будет писать, как выбирали Я написала заявку Заявка понравилась, ее приняли И все вот так вот пошло Это обычный процесс в нашей индустрии Вы посчитали это таким достаточно рядовым событием Продолжение Умки? Ну, окей, продолжение Умки Ну, я вообще не рассчитывала, что моя заявка победит, например То есть для меня начиналось все это совсем легко и безответственно Какая-то фабула была в вашей заявке, да? Да Ну, собственно, та, которая вот в итоге Вы предлагали уже сценарий Да Понятно Ларис, вам как-то предложили? Я не помню, в каком месяце это произошло Но, по-моему, не летом, а значительно позже То есть так незадолго, да Потому что мультфильм делали всего Очень быстро его, получается, сделали Лена Чернова, режиссер, сказала, что делали они его всего два с половиной месяца Ну, наверное, от написания сценария до финального показа прошло больше времени Но, в общем, меня приглашают обычно озвучивать персонажей Когда нужно повторить чей-то голос Потому что я обладаю вот этой имитацией Способностью к голосовым имитациям разным Поэтому вот я уже озвучивала Чебурашку нового Сейчас вот у меня Умка, которого я очень люблю Фракенбок иногда, в общем, Заяц Ну, это все вот мои любимые персонажи Мы еще к истории ваших персонажей вернемся Вы сразу согласились? На Умку, конечно, да Потому что мне очень нравится этот голос Это не Румянова и не Зеленая Это Корабельникова прекрасная актриса Разумеется И ее голос мне очень нравится И сам Умка Ну, они все такие немного какие-то настоящие, понимаете? И такие немножко, да Но это он уже тут подросток А Умка подросток Это не Умка, это Ум Ум, да А тут маленький В целом, как вы относитесь ко всей этой истории Вот с сиквелами разных советских, старых, добрых И фильмов, и мультфильмов? Я не буду говорить Ну, мне кажется, неинтересно, как я отношусь к сиквелам Потому что бывает удачный продукт, бывает неудачный Терминатор 2 отличный фильм О, ну что вы, ну конечно Все считают первый хуже Ну да, например То есть такой вопрос очень умозрительный Дело вкуса Вот Но именно про Умку вот что хочу сказать Вторая серия заканчивается тем, что ребенок улетает от мамы Вот мне казалось, что это просто важнейшее дело Вернуть медвежонка своей маме-медведице Гештальты надо закрывать Вот, возможно, что мы такие все тут хмурые в России Может, не погода виновата Может, вот несколько поколений смотрят, как ребенок улетел в никуда Понимаете? Где-то на подкорке, в подсознании, возможно, это тревожит Вот, и мы должны эту тревогу снимать То есть мы, грубо говоря, зафиналили вот эту историю То есть это сделать было нужно Возможно, существуют еще какие-то мультфильмы Где заканчивается все не так хорошо Вот, и, возможно, для будущего нашей страны Мне недавно кто-то сказал, дочка моего друга Что есть мультик про пингвина, который утонул, держа камень Он думал, что это его яйцо Хорошо, что я не видела Вы не видели? Он испортил ей всю жизнь Это ее детская травма Сказка северных народов, это почти всегда трагедия Вы помните, мама превращалась в птицу и улетала Давайте вот этой сказкой займемся Давайте, пожалуйста, дорогие друзья Пишите письма Называйте мультики, которые вас травмировали в детстве Мы их переделаем Мы все исправим Мы закроем дизайн И все будет хорошо Ларис, а вот конкретно по мультипликации К тому, что сейчас делается из мультфильма Вот Простокваш, например, продолжение Не озвучиваю Нет, я знаю, что это вы не озвучите В целом, просто общество разделилось, да? Ну, будем откровенны Одни считают, не трогайте классику Вот она осталась классикой Не надо ее переделывать Что-то заново свечения Другие считают, нет, наши дети должны смотреть уже на печки На женатого и в современных реалиях Вы, скорее, на чьей стороне? Я вообще не на чьей стороне Я считаю, что вообще, понимаете, любое искусство субъективно Как известно Поэтому кому-то нравится, а кому-то не нравится И возможностей сейчас столько Что если тебе не нравится Просто выключи телевизор Переключи его Посмотри, что ты в интернете На другом канале Ну, нужно наоборот, по-моему Предоставлять огромное количество Вариантов, выбора А что касается делать или не делать старое Почему нет? Потому что Я, например, считаю, что Лена Чернова Которая делает сейчас И Простоквашина И она же делала Умку Это очень талантливый, замечательный режиссер Который имеет право продолжать Вот такие фильмы делать Потому что она достойна этого В таких традициях В настоящих Дипломатичный очень ответ принимается Мария, скажите, пожалуйста Вот в этом ТЗ Для вот этой заявки Там было какое-то требование Сделать практически так, как было Ну, то есть, чтобы большая связь С последней серией была С 70-м годом Ну, эта задача Она вот как бы стоит по умолчанию Сделать мультик в диком ритме Хотя мы убыстрили Да, вот эту вот всю историю Он не такой медленный И растянутый Как первые две серии Потому что дети присыщены Короткими формами Быстрым ритмом Перипетиями Которые сменяют одна другую При этом нам важно было, конечно Сохранить дух, да Чтобы это не было вообще Каким-то вставным зубом Чтобы мы Чтобы эта третья часть Ребенком могла смотреться После первых двух Сразу Ну, так и показали Кстати, один из самых Да, я знаю, что на премьере Так и было Процитирую один из самых популярных Пожалуй, вопросов зрителей По свежей умке По свежему умке Есть вопрос по сюжету Умка улетает на вертолете В 70-м году Прилетает на современный Сортировочный центр с роботом То есть в 2019-й Где его носило 49 лет Ну, робот такой Не очень современный Нет, это то время Да, робот Ну, то есть, вы помните Ну, погоди Там, заяц, волк Заяц, волк Какие претензии? А, это брат того робота? Ну, это Робот такой Не очень современный На елке, кстати Вот эти флажочки висят Они действительно Такие советские То есть у вас не было задачи Перенести умку Совсем современность И 49 лет не прошло Ну, мы не назад Будущее делали Мама его там не состарилась То есть это не фантастика Мы хотели оставить прежнее Но не хотели играть в то Что там все очень такое древнее Там, как такие Ну, то есть Немножко поиграть Условная реальность Хорошо В 2006-м году, вы, конечно, знаете Был снят еще полнометражный мультфильм Элька Умка там Элька, да Дедушка Вот этого главного героя Эльки Вы, Лариса, озвучивали Эльку Вот не странно говорить Значит, за Умку За дедушку Потом за его внука Потом снова за дедушку Только опять снова маленького Нет, не странно Для меня это все очень радостно И чудесно Потому что Вы знаете, когда я пришла Кстати, вот на Эльку Это был мой первый фильм И когда я пришла Я встала к микрофону То я решила начать говорить Голосом Рины Зеленой Потому что это мой любимый Детский голос Вот режиссер слушал и говорит Подождите, это что-то Что-то знакомое А, это же Рина Зеленая А вы можете своим голосом говорить? Вот я вдруг поняла Что надо каким-то своим И начала своим И сейчас он уже у меня Есть свой голос Это отличная тема А не теряется Не теряется свой голос? Нет, не теряется Нет Не теряется Наоборот, я как-то пришла На какую-то студию Где ремарка была такая Озвучить детским голосом Лариса Брохман То есть он у меня уже есть Какой-то и свой тоже Да У нас очень мало времени остается Прямо покороче Сейчас прошу отвечать Действительно, Маргарита Корабельникова Прекрасная актриса Озвучивала вот того Умку 50-летней давности Ей сейчас 88 Она жива-здорова, да А, вы не знали Я хотела спросить Не советовались ли вы с ней Видела ли она Умку? Да С удовольствием познакомилась Так что имейте в виду А еще меня очень поразило Что вы озвучивали В том числе Барта Симпсона Да В полнометражных Симпсонах Как вы подбираете голос Для своего персонажа Похож ли ваш Барк На вашу Умку? Чем-то Нет, совершенно не похож Ну, понимаете Я просто слышу голос И мне говорят Сделай похоже И я стараюсь делать похоже Хорошо Вот и все Мария, очень коротко Будет продолжение еще у Умки? Мы не знаем Ну, он же уже вернулся к маме Все Но идеи есть Я так иногда брежу и думаю Что там может быть? Кстати, мама и друг Есть разные идеи И мама вторая тоже я Это тоже вы Ну, конечно, Ларис Не могу я упустить эту возможность Голосом Умки Голосом мамы Голосом Барта Симпсона Моего любимого Кого хотите Поздравьте, пожалуйста Каратенчик наших зрителей С наступающим А какая камера? Любая? Дорогие Ой, не знаю каким Чебураш какой-то пошел Дорогие друзья Я хочу пожелать вам Во-первых, чтобы Рядом всегда были Самые Давайте своим голосом Дорогие и близкие Потому что это самое важное Вот И чтобы Вот эти близкие Дорогие люди Были здоровы И вы были все вместе Счастливы И чтобы закрывались Детские гештальты Спасибо вам большое Мария Богданова Автор сценариум Кино-Елки Лариса Брохман Актриса озвучения В программе Что это значит на РБК Спасибо большое Спасибо Наступающее Это РБК Программа Что это значит Только ключевые новости Только то, что важно Для каждого из нас Пойдем скоро продолжим Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова